Открытие памятного стенда в школе номер 16 символично приурочили к 26-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Десять военнослужащих из Анапы не вернулись домой после этой войны. В вооруженном конфликте на территории Чеченской республики погибло 25 анапчан. Сегодня я хочу обратиться к молодому поколению, будущему нашему поколению. Открывая этот стенд памяти нашим землякам, которые погибли, выполняя свой воинский долг, и среди них есть и учащийся в вашей школе Иван Крыгин, который погиб при исполнении воинского долга в республике Чечня, я очень надеюсь, что и в ваших сердцах зажжется эта искорка памяти, и она будет вечна. Почетное право открыть стенд памяти предоставили кавалеру Ордена Красной Звезды Анатолию Яшкунову и председателю общественной организации «Патриот» ветерану боевых действий в Афганистане Сергею Старостину. На фотографиях юные лица, им было в среднем по 20. Они погибли в первую очередь за нас, я считаю, и я считаю, не зря, потому что Чеченская республика сейчас внестили мир и спокойствие, как на нашей земле, так и на ихней. Люди могут спокойно жить и радоваться мирной обстановке. На торжественном открытии стенда памяти собрались мамы погибших воинов-интернационалистов. Этим женщинам выпала нелегкая, самая страшная для матери участь – потерять сыновей. Фотография Антона Доронина, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне, на памятном стенде среди остальных. Антон погиб молодым парнем, ему было всего 19 лет. 26 ноября, я его видела в последний раз, знала, что 27-го их увозят в Чечню, и я 26-го приехала в его отряд. И я сказала ему, давай я тебя заберу, мне все равно, что мои документы остались на КП, я тебя заберу. Он мне сказал такие слова, мама, а как я буду жить потом? Память о погибших воинах-земляках почтили минута молчания. После к памятному стенду цветочную корзину возложили мамы бойцов и президент детско-юношеской общественной организации «Юниор Плюс» Лейла Бабашова. В завершении митинга ученики школы приготовили для гостей мероприятия концертную программу.